Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас на своем канале. И сразу же от меня будет небольшая просьба. Очень сильно упала активность на канале, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, зайдите и поставьте лайк на это видео. Для вас это буквально 2 секунды, а для моего канала это большое дело. Комментариям тоже буду очень рада. Планирую снимать много контента, поэтому как раз можете в комментариях написать идеи для следующих больших видео. Я уже выпускала большое видео, около 50 минут, с обзором на все мои акриловые маркеры. Но тогда у меня еще не было вот этого набора на 60 цветов. И мне недавно его прислали, но я уже успела его потестить. Набор на 60 и на 30 цветов. И сейчас я все вам расскажу. Начнем с упаковки. Самая простая картонная коробка. В наборе поменьше, она матовая. На 60 цветов коробка уже у меня немного потрепалась. Я ее и в больницу с собой брала, и в студию. Но эти маркеры я также буду перекладывать в органайзеры, потому что так удобнее всего видеть цвет, легко доставать, складывать обратно. Поэтому упаковка для меня не имеет особого значения. Это маркеры двусторонние с наконечниками пуля и кисть. Пуля довольно тонкая, приблизительно 1 мм. Кистью же можно варьировать ширину линии вплоть до 5-6 мм. Сама кисть здесь очень удобная, податливая, но при этом упругая и хорошо держит кончик. Я вообще делю все акриловые маркеры на два вида. Те, что с шариками для размешивания чернил внутри корпуса. И те, что уже с пропитанным фильтром, без шарика, и они, как правило, с кисточкой. То есть, те, что с шариками, имеют почти всегда очень укрывистые, плотные чернила, перекрывающие с одного, максимум двух слоев. Но у них есть свои минусы. Чернила не всегда однородно подаются в наконечник, могут засыхать у основания. Постоянно их нужно встряхивать, продавливать такие маркеры. Этот набор относится ко второму виду. Такие маркеры не суперукрывистые, нужно наложить 2-3 слоя для перекрытия. Но чернила подаются без перебоев, всегда красивый, ровный след. Наподобие этих есть у бренда Artex, Dengsi, ну и еще у многих разных брендов. Ну что, перейдем к выкраске. Палитра довольно сбалансированная. Есть и светлые нежные цвета, и довольно глубокие темные, темно-зеленый, фиолетовый, синий, красный, серый. Это тоже важный аспект. Из минусов есть несколько похожих оттенков. Допустим, два зеленых, очень близкие по тону. И, конечно, есть цвета очень густые, которые в один слой суперукрывистые. И есть более прозрачные, их я нанесла в несколько слоев. Финиш у маркеров абсолютно матовый. И есть также 8 металликов. Очень классно, что их не засунули в набор на 30 цветов, и там оставили только базу. А для тех, кто уже хочет больше разнообразия, тогда, пожалуйста, вот вам еще и сияющие. Они, кстати, очень достойные. Я их еще отдельно выкрасила на черной бумаге. Здесь они прям невероятно круто раскрываются. Отражают свет, что даже глаза слепят. Выкрашиваю сразу и большой наконечник, и маленький, потому что иногда у них цвета могут отличаться. Ну, кстати, здесь цвета абсолютно идентичны. Давайте посмотрим, насколько укрывисты эти маркеры. Нанесу несколько слоев разных цветов и посмотрим, как они перекрывают друг друга. Здесь главное дожидаться просто, чтобы слой просох. Или иначе они будут смешиваться между собой. Накладываю второй и сразу выхожу за пределы, чтобы вы видели цвет, который ложится на белую бумагу и который ложится на оранжевый след. Как видите, абсолютно одинаковый он, то есть он перекрыл полностью. Поехали дальше. Беру противоположный зеленый цвет. Как видите, он тоже очень плотно, укрывисто накладывается. Но это один слой и немножечко контур как будто просвечивает. Сейчас чуть-чуть подсохнет, и я наложу второй слой. Как только финиш становится матовый, значит маркер уже высох. Накладываю второй слой, и здесь уже 100% укрытие. Попытаюсь захватить сейчас сразу все три цвета. Также сначала один слой. Дадим время подсохнуть. И накладываем второй слой. Здесь важно не елозить несколько раз по одному и тому же месту, так как обычная бумага будет начинать скатываться. Также полностью все три цвета идеально перекрылись. Беру такой серо-синий цвет. Мне он очень нравится в палитре. И пытаюсь прокрыть сразу все четыре цвета. Захватить. Слушайте, это вообще отличный цвет, отличный маркер. Даже с одного слоя практически полностью все перекрыл. И я даже не вижу просветов. Но второй слой все равно наложу. Я думаю, эту процедуру можно проводить бесконечное количество раз. Но давайте еще один цвет попробуем. И на этом остановимся. Возьму еще такой красивый синий цвет. Тоже шикарный. Тоже очень укрывистый. Какой можем сделать вывод? Что в принципе можно перекрыть абсолютно любым цветом все предыдущие слои. Но, конечно, какой-то маркер потребует сделать это два, три, а то и четыре слоя. А какой-то цвет, если к тому же он более темный, чем предыдущий, даже с первого слоя все перекроет. Данный вид маркеров мне еще нравится потому, что вы имеете возможность сделать более реалистичную работу с мягкими, красивыми переходами. Маркеры, которые с шариками, в которых чернила не перемешаны, дают возможность сделать такие более декоративные и стилизованные работы. Но уже плавные переходы там сделать не получится. Ну, например, давайте попробуем сделать градиент какой-нибудь от розового к фиолетовому. Я уже выпускала небольшой короткий ролик по туториалу, как делать плавные переходы. И здесь важно именно работать на скорость, чтобы цвета не успевали высохнуть. Тогда они будут плавно между собой перемешиваться. То есть вам каждый раз нужно будет просто заходить на предыдущий слой новым цветом. Можно снова брать предыдущий и заходить на новый цвет, потом снова новый на предыдущий и так далее. И чередуйте маркеры до тех пор, пока вас не начнет устраивать плавный переход на границы. Вот и все. Давайте попробуем аналогично сделать переход из голубого в синий и в зеленый. По одному и тому же месту тоже много раз водить не стоит, потому что обычная бумага будет скатываться. И еще, как вариант, можно даже пальчиком чуть-чуть подтирать, пока слои сырые. Для еще более мягкого перехода. Я обожаю акриловые маркеры за то, что они не размываются водой и не пропечатываются на обратную сторону, что очень важно, особенно если рисуешь на тонкой бумаге, теми же скетч-маркерами спиртовыми, то даже и на три листа может протечь слой. Ну и конечно, хотела бы вам показать свои работы, которые я сделала исключительно этими маркерами. Я была в больнице и брала с собой только вот этот скетч-бук от Artex. Мне он очень нравится, потому что здесь очень плотная бумага. И она подходит для любых материалов. И этот набор карандаш-эластик. Вот что у меня получилось. И первый скетч, который я хотела бы показать, и собственно я его первым и нарисовала, это вид с балкона в номере, где мы отдыхали в Анталии в этом году. И мне в принципе там очень нравилось находиться всегда. Я много времени там проводила, пила чай. Почему? Потому что сам балкон был довольно темный. Это была северная сторона. Но вот сквозь эту арку проходило такое очень яркое солнечное свечение. И постоянно пели птицы. Вот мне хотелось попытаться передать это состояние. И как вы видите, в принципе, получилось неплохо. И про то, что я говорила, как раз таки. Вот допустим, можете посмотреть на внутренней стороне арки. Видны как раз таки мягкие переходы. Про то, что я и говорила. Обычными акриловыми маркерами, которые шариками, которые не пропитаны чернила, вы так сделать не сможете. Здесь же получилось показать очень красивый свет. Дальше переход в тень и снова в свет. Плюс этими маркерами было очень удобно показывать воздушность и объем, допустим, на траве, на деревьях. На переплетах я работала с помощью тонкого наконечника пули. И кое-где мне, конечно, тонкости не хватало. Хотелось прям вообще взять тонкий линер, но у меня его особо не было. Поэтому получился вот такой результат. Но я считаю, все равно очень достойно. Следующая зарисовка, это тоже скульптура из музея Антальи. Мне очень понравился вообще этот музей. И как там были красиво подсвечены скульптуры. То есть был такой темно-красный фон, темнота и точечное освещение на каждом объекте. И вот здесь, опять же-таки, посмотрите, какая красивая растяжка по фону от темного к красному. При этом я могу полностью перекрыть цвета и не потерять плавности перехода. Бежевый вот этот светлый цвет, он такой довольно прозрачный, поэтому даже кое-где просвечивает карандаш. Но в данном случае мне это было на руку. Мне не нужно было прям густо все закрашивать. А кое-где я сверху по складкам ткани прошлась, ну, точнее, по складкам мрамора. И просвечивала немножечко тень. И это тот эффект, которого я и хотела добиться. Но если бы я хотела перекрыть полностью, я бы просто проложила несколько слоев, там три или четыре слоя, чтобы перекрыть полностью цвет. Такая возможность тоже есть. То есть здесь вы уже можете сами выбрать, оставить ли чуть-чуть более прозрачное наслоение, либо же сделать больше слоев и перекрыть цвет полностью. Дальше я сделала зарисовку голубчика из Рио. Мне вообще очень нравится этот мультик. И сам персонаж очень нравится. Ну, здесь она такая довольно простенькая, в плане того, что много больших каких-то крупных заливок. Но, опять же таки, здесь я попыталась сделать плавные переходы. Вот на носу это хорошо заметно. Получилось создать объем. И получилось сделать красивые переходы света теней по перышкам. И последняя зарисовочка. Это композиция с моей стены в комнате. Здесь у меня цветы, которые такие вьющиеся, как лианы. И вот у меня была такая идея высадить горшочки с лианами, подвесить на эту лесенку, которая на стене висит, и чтобы они полностью оплели эту лестницу. И, в принципе, уже я на полпути к своей мечте. И вот сейчас, в данный момент, она выглядит так. Посмотрите, сколько здесь мелких деталей. Те же листики на хлорофитуме. Тонкие веточки, стебелечки между листиками. Да и сами листики тоже. Довольно мелкие. Вот можете сравнить с моим пальцем. И маркерами с кисточкой очень удобно это делать. Потому что кисточка очень податливая. Ты можешь, как и тонкий краешек, вытянуть у листика. И можешь делать основное широкое пятно. Было очень удобно. И 60 цветов палитры хватает вполне за глаза. То есть можно нарисовать абсолютно любой сюжет, как вы видите. Возможно, с портретом возникнут сложности. Но, опять же таки, это и не портретный набор, а базовые основные цвета. Ну, здесь есть светло-желтый вот этот, который я использовала на скульптуре. Вот здесь на фоне. И есть красивый светло-розовый для работы с кожей. И уже дома я пробовала зарисовать свой цветок маранту. Показать две стороны листиков. Такую бордовую темную изнанку. И яркую, сочную с прожилками внешнюю часть. Мне кажется, получилось очень классно. Мне вот этот скетч, наверное, нравится больше всех. Могу сказать, что за свою цену этот набор превзошел все мои ожидания. Конечно же, как всегда, артикул на этот набор я оставлю в описании, да и, наверное, в закрепленном комментарии. Поэтому смело заказывайте. Мною протестировано неоднократно. И если вам не нужна такая серьезная палитра, вы можете взять палитру из 30 цветов для пробы. А потом, если что, ее дополнить и расширить большим набором. Ну что, надеюсь, это видео вам понравилось. Пожалуйста, не забывайте оценить его и прокомментировать. И также не забывайте, что у меня есть свой курс по портрету, где собраны все основы рисования. Даже если вы не хотите полностью уходить в портреты, то вы все равно почерпнете для себя очень много нового. Ссылки все будут в описании. На маркеры, на курс, на мой телеграм, на все мои соцсети. Буду вас там ждать. Ну и встретимся в следующем видео.